Привет-привет, с вами Ревюмашинц и ваш привычный голос за кадром, и сегодня дорогие друзья мы с вами будем закрывать дрифт сезон 2017, на этот раз окончательно, но сделано это будет весьма по особенному, поверьте мне это стоит увидеть! Итак, впервые в истории РДС, сегодня нас ждет ночной дрифт! И вы знаете, это совершенно другая атмосфера, гораздо меньше спортивной официальности и больше тревожных мотивов уличного андеграунда, где собственно дрифт и зародился. Более того, мы увидим практически всех топовых пилотов РДС, даже знаменитый судья РДС Фредерико Шерифа на этот раз снимет с себя судейские полномочия и поедет рубиться в заездах наряду со всеми дрифтерами. Весьма достойный поступок, как вам кажется. Итак, наши дорогие зрители, мы сегодня с вами находимся в Сочи и это Кубок чемпионов РДС 2017! Друзья, по традиции нас ждет выступление топ 16 дрифтеров, и мы начинаем буквально через десяток секунд, но для вашего же удобства и чтобы вы ориентировались в том, что происходило в гонке до этого момента, на ваших экранах показаны результаты квалификации, а также как сложилась турнирная сетка заезда в топ-32. Ну что ж, не будем больше затягивать, ведь нас ждет эпичный ночной дрифт, так что заварите чайку и устраивайтесь поудобнее в своих ковшах, давайте все вместе насладимся шикарным зрелищем еще одного акта уходящего дрифта сезона 2017. Погнали! Смотрим в результаты квалификации, видим там следующую картину. Сергей Сак вчера был девятым, Андрей Песегов в восьмом. Это означает, что пилот тюнинг-фэктори Аймол начнет эту битву в роли лидера. Очень вовремя подпел мне Фредди Меркери. Зеленый сигнал светофора знаменует своим появлением начало первой битвы. Купка чемпионов российской дрифт-серии Андрей Песегов впереди. Что-то хотел бы вам рассказать о скорости, но, к сожалению, не могу. Нет от пятных показаний радара. Я вижу, что на прямых колесах ехал Сергей Сак и даже, как мне показалось, коснулся стенки. В первой клиппинг-зоне собрал там один из конусов на развороте. Сергей нечто подобное уже вытворял во время тренировок. Отстреливается от преследователя Андрей Песегов. И еще два конуса полетели. Итого три. Уже точно минус балл. Здесь не сложно. Загораются один за другим красные огни светофора. И они поехали. Сергей Сак теперь будет впереди Андрей Песегов в роли догоняющего. И он на микроскопическом угле улетает далеко вперед от своего соперника. Но слишком узкая траектория у него там. Перед разворотом огромную скорость занес туда в шпильку. Сергей Сак едва справляется здесь сам. Проезжает по очень широкой траектории. По большому счету не оставляя соперника возможности и приблизиться к нему на минимальную дистанцию. Очень интересно. Первую вакансию в топ-8 завоевывает Андрей Песегов. Номер 32 команда Tuning Factory iMall. Было это совсем недавно. Казалось бы, словно вчера. И там на подиуме впервые в карьере оказался Федор Воробьев. А Аркадий Пучинин также на призовом подиуме бывал. Как минимум, в качестве победителя квалификации. Это точно. Совершенно в 2012 году дело было. Если бы мне сейчас не изменяет память. Конечно, сказал я и осёкся. Всё-таки дело-то давнее. Итак, 400 сил у Пучинина, 500 у Воробьева. Федор Воробьев лидирует в первом раунде этой дуэли. Поехали. 144 км в час на постановке. И BMW 30 уже у задней правой арки лады Федя Воробьева. Чётко по траектории едут у пилота. Что будет на развороте? Удастся ли сохранить там? Федор едет чуть-чуть шире. Аркадий Пучинин боролся там с распрямлениями, но справился и устремился в погоню за соперника. Браво, парни! Ай да проезд! Победитель этой дуэли сразится или с Федерико Шерифо, или с Александром Соловьевым. В зависимости от того, чем закончится следующая битва. Зелёный сигнал светофора наконец-то просиял нам оттуда из-под стартовой арки. Степатик раз. И началась другая пурга. Именно дымная. И сейчас, конечно же... Опа! Да. Вот, в общем-то, всё и закончилось, к сожалению. Во всяком случае, прекратил дрифт Аркадий Пучинин. Фёдор Воробьёв объехал так автомобиль соперника, который прекратил сейчас какое-то ни было движение в управляемом заносе. просто медленно катится на прямых колёсах. И вот сейчас нам как раз очень даже пригодится взгляд с одной из камер, которая... Покажет, что же именно произошло. С вышки было не очень хорошо видно. Давайте поприветствуем Аркадия Пучинина, который на израненном автомобиле там продолжает движение. Итак, вот он повтор. Постановка здесь всё вроде бы было неплохо. Потом опять снесло переднюю ось и получил тычок от своего соперника Аркадий Пучинин. С одной стороны Аркадий, конечно, был неправ, что распрямился. С другой это, наверное, не повод так уж явно бить машину соперника. Как пилот, занявший головенствующее положение во вчерашней квалификации. Вот и приветственный титр. Красноярск и Санкт-Петербург. Сильвия 14 и Corvette. SR20 и вдвое превосходящий Гочин мотор по количеству цилиндров. Двигатель General Motors LS. Под капотом хищно-профильного такого корвета, который пилотирует Сергей Кабаргин. Итак. Топ-дрифтер мировой элиты и чемпионат российской дрифтерии Георгий Чевчан против Сергея Кабаргина. Поехали! Ох, как близко Сергей Кабаргин в первой секции. Перекладка. И ровно столько места, сколько нужно оставлять своему сопернику Диди Каба. Чуть уже уходит корвет. Ничего страшного. Здесь можно подождать. И главное не столкнитесь там, ребята. И чуть-чуть узковато здесь поял Гоча. Но Сергей Кабаргин тут как тут. И накатывает под самый финиш Диди Каба. Вот это батл. И, видимо, все чаще и чаще придется повторять эту фразу, что, в общем, буквально не каждый проезд можно себе представить в качестве финального. Итак, второй проезд. 168 килограмм сейчас на постановке в исполнении Диди Кабы. Но и по пятам за корветом следует Сильвейс. 145 Георгия Чевчана. Здесь с разворотом все получилось гораздо лучше, чем в предыдущем проезде. А это дает Гочи шанс оказаться ближе. Ближе к своему сопернику. Но, кстати... Подождем, конечно, вердиктов судьи, но... И считайте это сенсацией, считайте это закономерным развитием этого сезона, но... Проходит дальше Сергей Кабаргин. 28-й номер. Отныне будем величать его победитель Гочи. Мобилизация шагает по стране. Мы будем работать. У кого есть лишний, может быть, поделитесь с соседом. Вот и титры. Федерико Шерифо. Город Милан, Италия против Александра Соловьева. По финале Федерико, разумеется, впереди на автомобиле Александра, но Сиверсова. За два километра в час на постановке. И уже очень далеко уехал итальянец от россиянина. Очень-очень далеко. Там едва дело до марша не дошло. Есть инструкция у них прекращать заезд, если будет очень большое отставание, чтобы пилоты не встретились на двух разных траекториях. До встречи дело не дошло, но и до парного дрифта, к сожалению, тоже. А тем временем красные огни сменяются единственным зеленым. И баттл за мужик в топ-8. Продолжается в исполнении Александра Соловьева, город Тюмень. И Федерико, шериф, город Милан. 142 километра в час. Теперь уже у Федерико есть проблемы с дистанцией. Перестрелка. Сначала Федерико выстрелил из выхлопа. Потом ответил ему Александр Соловьев. Я тоже так умею. Сказал тюменец Миланцу. Перекладка. Ой-ой-ой. И там был не то. Не то. Просто замешкался Федерико. В общем, в любом случае, скорее он миноват. И остаётся только проводить эти автомобили взглядом. Произнесёт эти заветные цифры. А вон и титул, который подтверждает очевидное в данном случае. Федерико Шерифу, представитель VBD Motorsport, проходит в следующий раунд. Аплодисменты Александру Соловьёву. Аплодисменты... Ну что же. Иван Никулин. Город Барнаул. Команда Forward Auto. И Тимофей Кошарный. Город Санкт-Петербург. Команда VBD Motorsport. Оба пилота на Ниссанах. Оба на Сильвиях. Разных генераций. С разными моторами. И только одно место в следующем раунде на двоих. И как же рванул со старта Иван Никулин. 178 км в час показывает наш радар. Узко едет здесь пилот форма Тапта. И очень длинная через распрямление первая перекладка получилась у Ивана. И всё это, конечно, не пойдёт ему на пользу с точки зрения борьбы за выход в следующий раунд. И опять узко. Но Тимофей Кошарный тем временем очень и очень далеко. Ну а у нас на старте Тимофей Кошарный и Иван Никулин. Второй проезд этой пары. Сможет ли Иван Никулин удержать преимущество? Совсем скоро мы с вами это узнаем. Пока очень широко поставился Тимофей Кошарный. 150 км в час фиксирует радар. Да, и в итоге траектория далека от идеальной. Причём на протяжении двух сразу клиппинг зон. Где там Тимофей? Где там Иван? Сменились позиции автомобиля. Очень интересно. Будем ждать вердикта судей. Вот это как раз та самая история, о которой я вам уже рассказывал, дорогие друзья. Да, и именно так и решили наши судьи, которые и во втором заезде отдали преимущество Ивану Никулину. Пилот из Барнаула выходит в следующий раунд. С мотором LSA, компрессорной V-образной восьмёркой. Два GZ под капотом. Сильвия с 15 Алексея Бобровских. Вот и информационный титр. Единственное, что Алексей Климушкин, глава команды, руководитель команды Tuning Factory IMO, сказал мне, что там, конечно, уже не 350, а определённые манипуляции произвели 430. Примерно таков потенциал двигателя, который находится сейчас в распоряжении Алексея Бобровских. И именно Алексей в роли лидера начинает дуэль с Магомедом Амаровым. 140 километров в час на постановке. Очень узко поехал Алексей Бобровских. По-моему, не ожидал этого Магомед. А Магомед Амаров по грязной части трассы уже так не очень-то контролируемо скользил туда, в это расширение, которое приготовили в шпильке организаторы нашим пилотам. Но, тем не менее, отстал не так сильно, как мог бы. Итак, второй проезд этой пары. Магомед Амаров 50-156 километров в час гораздо быстрее поставился Магомед, чем его соперник в предыдущем заезде. И огромная скорость перед разворотом. Что смеет ли с ней сладить Магомед Амаров? Как сумел Алексей Бобровских цепляет один из конусов. И из-за узкой траектории теряет возможность приблизиться к своему сопернику. Боже мой, сколько же там корпусов было между двумя автомобилями. И потому что судьи объявляют one more time. Все у тебя хорошо. Просто сделай то, что нужно. Итак, Павел Бусыгин и Федор Дзежиц. Вот это пара претендентов на место в топ-8. Павел Бусыгин. На шоке меня впереди, да? Все верно. 178 километров в час. И Федя! 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 Ну, постановка-то удалась! Ну, как это было круто, а! Быстро! В темпе Павла! Вы только посмотрите на это! Смещается влево Павел Бусыгин! Синхронно с ним ставится Федор. Смотрите, что творит, что творит. Arctic, а! И... Награждает соперника приветственной. приветственной оплеухой Федор. И там еще с таким дохлестом все получилось. Класс. Автомобиль, идущий вторым, не должен пересекать линию бампера автомобиля лидирующего в каждом конкретном проезде. Итак, они начинают разгон. Разгон до неизвестно сколько километров в час. Радар опять завис. Постановка. Павлу здесь нужно, конечно, проявлять некоторую осторожность. Четко как едет Федя Дзержит. И они уже умчали туда прикрывшись от нас облаком. Дыбаи! Не было ли опять столкновения? Конус там точно пострадал. Вот чего в первый раз-то так не ехалось, а? Но не будет он мутаемых, к сожалению, в этой паре. Павел Бусыгин проходит дальше. Проходит в топ-8. Сейчас провозгласит начало этой дуэли. 520, это не совсем верно, 636, так что практически равные по лошадиным силам автомобили. Предполагаю, что LSX-ом немного побольше. В следующий момент не зашел. Илья Федоров лидирует в этом первом заезде. 151 км в час. Уверенная скорость на постановке. И Александр Дмитренко устремился в погоню. А не все получилось на первой перекладке у Ильи Федорова. Зато Александр распрямился там. Перед самой шпилькой. И они уже возвращаются на куда меньше, надо сказать, дистанции. Очень узкая траектория была у Александра Дмитренко на финише. Как интересно. Тимофей Кошарный вроде только выбыл из соревнований, а уже бомбит нас тут сообщениями с предложением разнообразных креативных идей. Как бы нам украсить, и без того красочное наше мероприятие. Как быстро Тимофей Кошарный меняет амплуа. Итак, поехали! Второй раунд этой битвы. Александр Дмитренко против Ильи Федорова. Резкая постановка в исполнении Алекса Ди. Но какая же узкая траектория. Что творится-то? Я не понимаю. Вроде вчера в квалификации ехал человек к человеку. Опять два конуса. Долой. И тут уже пришлось Илье Федорову ехать уже, чтобы хотя бы приблизиться к своему сопернику. А мы переносимся туда к нашим пилотам, с которыми беседует Стас Рыбин. Федор Воробьев в одиночку будет там бороться, очевидно. Да, Федор Дежут уже свою полномочия борца за идею фрешанка сложил. Так что посмотрим, будет ли три из трех для Сунинфэктори Аймол в следующем раунде. 147 км в час было перед постановкой в исполнении Алексея Бобровских. Прямые колеса там были Магомед Амарова и не справляется пилот Альтезы со шпилькой уезжает совершенно в другую сторону и разворачивается Альтеза. Вот так вот. И ждет своего соперника, все еще ждет своего соперника Иван Никулин, пилот команды Форвард Авто. Единственный оставшийся в стране кстати в порядке борец за командное дело коллектива, который выиграл российскую дрифт-серию в этом сезоне. Второй проезд и времени мы оставляем свой бампер на бетоне Магомед Амаров. И чтобы избежать столкновения, удалось ли это? Пришлось завертеться волчком Алексею Бобровским. Ну и конечно поздравляем Алексея Бобровских. Три из трех Тюнинг Фэктори Аймол. Итак, вот имена претендентов на места в полуфиналах. Сергей Кабаргин, Санкт-Петербург, Андрей Писягов, Москва, Федор Воробьев, Москва, Федерико Шерифа, Милан, Иван Никулин, Барнаул, Алексей Бобровских, Москва, Павел Бусыгин, Москва, и Илья Федоров, Владивосток. И многие пилоты успели потренироваться в режиме парных заездов с Федерико Шерифа, но не всем, конечно, выпала возможность оказаться в самих боевых условиях против соперника, вернее, пилота из Милана. Ну а пока Андрей Писеков против Сергея Кабаргина. Поехали! Писеков впереди, конечно же, в начале этой битвы 153 километра в час на постановке преследует своего соперника Сергей Кабаргин. И ой-ой-ой! В считанных сантиметрах от стены там размотала буквально корвет, но взял под контроль снова ситуацию Сергей Кабаргин. Как ему это удалось? Совершенно непонятно. И вот он уже совсем близко к скайлайну своего соперника. Еще, еще, еще ближе! И два конуса долой! Светильники под списание. Мне вот, например, не видно совершенно. Да, там творится чудеса разгона с места до 169 километров в час в исполнении. Диди Кабы, который уезжает, уезжает от своего соперника, хотя и по узкой траектории перед самой шпилькой. Разворот уже исполнен, прямые колеса, ай-яй-яй! Да, далеко, далеко уехал Светлана Баргин от Андрея Писекова. Осталось понять, насколько он следовал при этом судейскому заданию. Да, вот и решение судейской коллегии, к сожалению, всех петербургцев на свете. Цифры вы видите сами, практически равные. двигатели, если говорить о лошадиных силах. Кто за Федю Воробьева? Кто за Федю Шерифа? Итальянцев мало-мало понимаю. Хорошо, давайте же смотреть за этой битвой. Федор Воробьев впереди, а где Федерико? А где Федерико? Мы будем ждать сейчас до Кланда. Да, возвращается за одним ходом. Федерико, уж не было ли там фальстарта. У нас сейчас нет этого плана, к сожалению, который смотрел туда, камера, которая смотрела на линию старта. Хотелось бы понять, был ли там фальстарт. Сейчас вроде ничего не горит. ни красный, ни зеленый, вообще ничего. Вроде бы зеленый должен был гореть. Это никакой не вон-мутайм, это просто рестарт этого первого проезда, заезда, в котором Федор Воробьев должен лидировать, то есть ехать в соответствии с судейским заданием, что не отменяет, разумеется, следование правилам и вообще процедуре проведения парных заездов. Вот еще раз нам представляют пилотов, но хочется-то увидеть светофор. Давайте теперь будем повнимательнее за этим следить. Вот они, красные огни. Вот интервал, который компьютер выбирает произвольно и зеленый сигнал светофора. Вот наконец-то и синхронно автомобили двинулись с ремеса. Все теперь хорошо. Как пойдет дальше? Скоро узнаем. Опять 179 км в час показывает радар. Это уже система, ребята. И к точке разворота прилетает абсолютно порт-оборт синхронно. Два автомобиля. Федерико как приклеены едет за Федором Воробьевым. Опа, едут узкие, сейчас ошибка Феди, но он уже такую допускал. И... Да, немного отъехал таки от своего соперника перед самой линией финиша. Айда, Федя, Айда Воробьев, айда, Федя, айда Шерифа, так и хочется сказать. На самом... Наверху на мосту это недосмотр нашей охраны, которая сейчас должна все-таки заняться своими служебными обязанностями. Там просто небезопасно находиться. Все, кто помнят, как летало по трассе колесо автомобиля Алексея Головни, в общем, должен об этом вспомнить. Не дай бог это снова повторится. Но находиться даже на лестницах запрещено по требованиям безопасности. Мы решили продолжать. Окей. Итак, Федерико впереди. Федор Воробьев в воле догоняющего. Ничего на этот раз не показал. Радарный разворачивается Федя. Да, тут уже флаги во всю работу. Дрип должен быть прекращен незамедлительно. Да, наконец-то увидел Маршалла Федерико. Так, и повтор нам даст сейчас ответ на очень важный вопрос. На самом деле в числе есть один прекрасный человек это Вадим Галыгин. Вадим, привет. Ну, скажи, пожалуйста, как тебе дрифт вообще? Ну, всем доброго времени суток, потому что знаю, что пацаны еще во Владивостоке спать не ложились, болеют за своих. Ну, хочу отметить замечательную вообще суперскую атмосферу прежде всего, потому что здесь спортсмен со всей России, из разных уголков из Беларуси, из Украины и других замечательных городов и весей. Это то, что первым делом бросается в глаза, все друг друга поддерживают, аплодируют. Здесь вот в пресс-центре царит просто такая дружеская, классная атмосфера. Ну, то, что касается самой трассы, сегодня интересно. Трасса сложная, очень много сюрпризов, что-то пролили, всех пугает шпилька, в эмоциональном плане все к ней готовятся. Я сам сегодня проехал эту трассу, ну, пока, скажем так, вторым пилотом, пока, возможно, заявлю в следующем сезоне и номером один. Вот, посмотрим, как буду готов. Вот, ну, что хочу сказать. Интересный момент судейства сегодня, потому что представитель судейского штаба из Японии, свои аспекты, не всем все понятно, за что, собственно, за какой артистизм, за какую технику ставятся сегодня высшие оценки, кому ниже. Очень много сюрпризов. Вот, я, конечно, что болел за Сергея Сака, но Сергей Сак сегодня мне подарил подарок, он показал сегодня, как он может выбывать из гонки, потому что я привык следить за его победами, так что всем желаю удачи, хорошего настроения, ну и все, садитесь за руль, жмите педали. Большое тебе спасибо, надеемся, увидим тебя в качестве пилота на следующий год в РДС. Будем стараться, будем стараться. Спасибо. Теперь Иван Никулин будет всегда лидером. Долго ли это продлится, зависит во многом от Алексея Бобровских из команды «Тюнинг Фэктори Аймол». Они поехали. Первый раунд этой дуэли. Иван Никулин против Алексея Бобровских. Гораздо лучший разгон удался Ивану Никулину, и он уже корпусом на четыре оторвался от своего соперника. Кроме того, четко все с траекторией перед шпилькой. Бортобар, две силии, и там такое ощущение, что даже контакт был небольшой между двумя автомобилями. На повторе мы еще раз на это, разумеется, посмотрим. Но пока остается констатировать, что отрыв Ивана Никулина к финалу этого проезда. За что, в общем, мы был с судьями тоже критикуем, скажем так, во время этого обсуждения. Продолжаем наблюдать за этой дуэлью. Алексей Бобровских теперь ведет эту пару на второй проезд. Постановка. И теперь уже преимущество пилота команды Тюнинг Фэктори Аймол. С теми же, кстати говоря, грехами по траектории. Вот разве что здесь получше и будет ли критическая потеря скорости? Нет. Винчивается в шпильку Алексей Бобровских. И теперь нужно набрать скорость. Да, по траектории все очень и очень неплохо, но тут как тут Иван Никулин и уже рядом две силии. Вау! Вау! Ну что же, второй заезд, конечно, получился более равным с небольшим преимуществом даже Алексея Бобровских, но по сумме двух проездов победу в этой дуэли одерживает Иван Никулин. Команда Форвард Авто! И мы знаем, что путевку в финал также будет добывать для себя Иван Никулин. Ну а кто же станет его соперником? Узнаем по итогам битвы вот этих двух парней, которые сейчас смотрят на вас с нашего большого добру здесь, на существо гром и с экранов ваших мониторов, уважаемые зрители онлайн-трансляции. Павел Бусыгин впереди, по-прежнему ноль информации о скорости и распрямляется Паша! Едва не получил по переднему бамперу удар Илья Федоров, но не смутило это пилота из Владивостока и они уже выходят из шпильки и очень резко бросает в занос свою супру Павел Бусыгин. В общем, героические усилия, конечно, потребовались от Ильи Федорова, но действия лидера это сделать не позволили. Очень симпатичная картинка, но может быть фокус, как-то фокус, поработать фокусом. Ладно, обойдусь без советов. Итак, продолжая наблюдение, что называется, Илья Федоров на себя раз впереди. Павел Бусыгин провалитогоняющего и уже на минимальной дистанции Ниссан и Тойота. Ой-ой-ой! Это было колесо! Да, тут скотчем уже не обойдешься, говорю о повреждениях Супры. Мне показалось, что потерял... Нет, колеса все на месте. Но очень странный такой подпрыг был Супры. То ли колесо разбортировалось. Давайте посмотрим внимательно на Супру. Непонятно пока. Нет, просто! Просто контакт был! Да, попал передним вывернутым колесом. Ох! По автомобилю соперника Павел Бусыгин выглядело все так, как будто что-то отвалилось и на этом чем-то Супру подбросило. Чтобы эту паузу заполнить. Обязательный в таких случаях титр. Паша, конечно, выступил круто, понимал, что надо отыгрываться, но... Ну что же, Илья Федоров ушел готовиться к полуфинальной битве с Иваном Никулиным. Ну, а тем временем прогревочные проезды исполнили до нас с вами Андрей Песегов и Федерико Шерифа. Причем, Федерико вчера квалифицировался пятым, Андрей Песегов был только восьмым, а значит, Федерико начнет эту дуэль в роли лидера. Итак, Skyliner 32 против 200SX, два Nissan с двумя разными моторами, два GZ и VR38, оба шестицилиндровые, но там разница в количестве турбин и в итоговой мощности. 490 сил у Федерико и 636 у Андрея Песегова. Поехали. Федерико сейчас свистится влево по ходу движения. Вот это происходит и два автомобиля в ливре iMall в ходе представляет разные команды уже в шпильке и распрямляется Песегов. Воспользуется ли этим Федерико, чтобы уехать от соперника? Сейчас много будет зависеть от траектории. Скрупулезно следует ей пилот из Милана и Песегов действительно подъезжает, но не так близко, как ему, наверное, хотелось бы. Ох, это было круто. Хорошо. Будем считать, что остальные из-за Песегова, потому что они уже стартовали. И мы встречаем здесь Андрея Песегова, из Тунифектора и Молы и Федерико Шерифа. Ой-ой-ой, сколько отстрелов. И это значит то, что какие-то неполадки с автомобилем Андрея Песегова. Вот террас. Пролетел мимо своего соперника Федерико, но там, понятно, было уже такое замедление, что с углом было очень сложно ехать позади. Две победы было в этом сезоне российской дрифтерии у Ильи Федорова. И всякий раз что-то мешало Ивану Никулину, и на это были его же товарищи по команде фронтах. Итак, поехали. Первый заезд этого полуфинала. Близко, близко два Ниссана. Чуть уже едет Федоров и стреливается в атмосферу из выхлопной системы. Свестрель 12-13. Усковато после шпильки едет Иван Никулин. Но очень-очень-очень близко следует за своим лидером Илья Федоров. Браво! Браво, Илья! Браво, Иван! Зеленый сигнал светофора и начинается второй раунд этой битвы. Теперь впереди Илья Федоров. Постановка традиционный выстрел. Ой-ой-ой-ой! Как быстро! И всегда с этого ракурса кажется, что меньше угол у автомобилей. Когда они устремляются ко второй гриппинг-зоне, сносит один из колусов Иван Никулин. Тем временем уезжает далеко вперед Илья Федоров. Илья Федорова, который выходит в финал против Федерико Шерифу. Финал Кубка Чемпионов Российской Дрифт серии 2017 года стартует прямо сейчас. Поехали! Горько! Тааааа! Таааа! Зеленый свет поехали! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Друзья, ну как вам закрытие? Просьба, отпишитесь в комментах, какой формат вам больше нравится – дневной дрифт, который больше про спорт и результативность, или ночной, где превалирует атмосфера, зрелищности и шоу? Ну а я тем временем вынужден констатировать, что сезон российской дрифт серии 2017 официально объявляется закрытым! Поле случаем хотелось в очередной раз поблагодарить пресс-службу РДС за предоставленное нашему каналу разрешение использовать их трансляции. Ну и конечно спасибо вам, друзья, за то, что вы были с нами и смотрели, я надеюсь, каждый этап этого сезона. Вот увидите, время пролетит очень быстро и скоро мы с вами снова будем болеет за полюбившихся нам дрифтеров. Ну а чтобы скоротать время до открытия сезона 2018, мы постараемся периодически радовать вас роликами по дрифт тематике, поэтому подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, чтобы всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи! Дорогие друзья, сезон 2017 года, к сожалению, закончился. Но за зимой придет весна и будет новый дрифт! С новым дрифтом в Сочи! Субтитры создавал DimaTorzok